Итак, наша следующая часть вебинара. Сегодня с нами Сергей Рязанов, наш специальный гость. Добрый день, Людмила. Меня зовут Сергей Рязанов, я генеральный директор агроконсалтинговой компании «Акр», которая сопровождает селикозпредприятия в технологиях выращивания полевой культуры, и в которых агрошкола. Агрошкола по повышению квалификации агрономической службы, руководящего состава. Очень рада вас видеть в стенах института. Сегодня хотелось бы с вами обсудить такую тему, животрепещущую, как настоящий Азим и Сев. Как мы и говорили в нашем прошлом вебинаре, ситуация на рынке зерна, она неоднозначная. По тем плановым показателям, которые стояли по прошлому году, это был максимум получения зерна 80 миллионов тонн. Как вы знаете, было получено порядка 150. И несмотря на то, что экспортные поставки были несколько увеличены, сам сток зерна, который сформировался с прошлого года, все равно сохранился на прошлом месяце на уровне 14%. То есть порядка 22-24 миллионов тонн зерна. И в связи с этим действительно актуальная рыночная стоимость зерна, она на достаточно низком уровне. С точки зрения мирового экспорта данная ситуация интересна тем, кто закупает российское зерно, потому что есть товар и сама цена на него невысота. С другой стороны, мы понимаем, что интерес сельхозпроизводителей сейчас к возделыванию зерновых, он различен. Сергей, подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете текущую рыночную ситуацию с зерном России? Если взять в целом, то с одной стороны есть переизбыток зерна, с другой стороны есть недостаток качественного зерна, я имею в виду третий класс. Это первое. Второе – дефицит качественных, хороших семян. Я имею в виду безвирусный материал, я имею в виду высокие пассивные и сортовые качества. Как вы считаете, могут ли измениться площади под другими культурами? Изменения – это неотъемлемая часть жизни, поэтому постоянно будет что-то меняться, в том числе и площади. Люди будут искать возможности выращивать культуры, которые, например, либо неподпошлинными, либо услышат, что кто-то где-то вырастет, что-то там более прибыльное. Например, это может быть какая-нибудь редька, это может быть какая-нибудь горчица, это может быть какая-нибудь чечевица. Поэтому часть людей будет дергаться туда или сюда. Я сторонник того, что во временную перемену лучше выращивать что-то, меньшее количество культур, но максимально прибыльное. А максимально прибыльное – это максимально профессионально. Одни хозяйства, которые, например, наши компании «Агро» сопровождают, у них себестоимость тонны пшеницы 8-9 рублей. Другие компании, например, добиваемся к тому, чтобы это было 5,5-5,6 рублей за тонну себестоимость. Поэтому тут задача больше не находить какие-то там ниши, а давайте больше подсолнечника посеем, либо горчица. А то, что вы выращиваете, выращивать небольшое количество культур, но максимально эффективно, максимально профессионально, максимально прибыльно. Такое мое мнение. Спасибо. В целом соглашусь, да. Убирается что-то совсем новое. Вопрос по технике, по технологии. Ну, как правило, 3 года нужно, чтобы более-менее научиться выращивать любую культуру. Минимум 3 года. А чтобы выйти на какой-то солидный уровень – это 5-10 лет. Ну, солидно имею в виду, эффективность высокая. Поэтому сейчас вот эти какие-то движения броуновские, да, они есть, будут, но это люди, которые где-то не уверены в себе, не уверены в своих технологиях, и которые имеют очень большое количество культур. Я как агроном, например, вообще сторонник, чтобы в хозяйстве было 3, максимум 4 основные культуры. А 4 культуры – вот всё, потолок. От 1 до 4 культуры. Но выращивать максимально прибыльно. Спасибо. А как вы считаете, будет ли сокращаться площадь подозимами? Или она будет стабильна? Если пары появятся. Если взять в площади, то небольшие колебания будут. Чем они связаны? Они связаны с тем, что в части регионов, например, это взять Пензенская область, Тамбовская область, часть Саратовской области, в этом году часть пшениц пострадала. И, например, люди, возможно, задумаются о том, что в регионах, где пшеница плохо перезимовывает, часть из них может пойдёт на увеличение севояровых культур, которые будут меньше страдать. Но если взять в целом, это несущественные изменения, поэтому если взять в целом, то изменения, я ожидаю, может быть на уровне 3, 5, 7 процентов, но не больше 10. Вот так. То есть существенных изменений по севоозимых я не предвижу. Хорошо, спасибо. А в целом, какие наблюдения вы сейчас можете или выводы сделать? Потому что, в принципе, происходит с полями в последние годы, с точки зрения наличия влаги, либо накопления патогенов. Если взять регион от регионов, сильно отличается. Я бы не стал выделять там что-то такое. Например, в части регионов, если взять Башкортостан, Нижний Новгород, например, Самарская область, то там, например, проблема на зерновых склеротинеозах. Поля массово погибают, а склеротинеоза, например, от такой проблемы. Если взять Тамбов, Пенза, я назвал о том, что условия были такие, что осень была слишком влажная, выпало много осадков, и потом на эти осадки мороз, и потом часть пшеницы вымерзала именно за этих условий. Каких-то таких вот прям больших изменений нет. Как были эти вредители, так и есть. На юге, например, Агилопс, вот такой сорняк у наутильщиков был. Я имею в виду Ставропольский край, Ростовская область. И я в этом году первый раз в своей жизни увидел тот же Агилопс, например, уже в Рязанской области, в Тамбовской области. Раньше его не было, он такой, как более южный, что ли. И увидел хозяйство, которое уже не наутильщики. Проблема Агилопса в зерновых, то, что его сложно контролировать, и там целый комплекс необходимо работать. Поэтому распространяются такие проблемы, которые сложно контролировать. Это Агилопс, это склеротинеоз пшеницы, ну вот такой нерешаемый проблем, они есть и немножко разрастаются. Вопрос такой. Очень часто я слышу от регионов информацию вообще от хозяйств в целом, что в последние годы, ну, точнее как, опять же, от региона к региону, от территории к территории, ситуация с лимитом влаги, она очень различна. И вот как по-вашему, если, допустим, в тех территориях, где происходит, часто возникают условия дефицита влаги, имеет ли смысл, скажем, использовать такой инструмент, как снижение нормы высева? В целом, чем сушный регион, чем меньше количество осадков выпадает, тем норма высева по всем культурам, без исключения, она должна быть меньше. Это как один из факторов того, чтобы получать больше урожая при меньшем количестве влаги. Но, кроме того, необходимо заниматься и сохранением влаги с точки зрения технологии обработки почвы, то есть меньше обрабатывать. Это и стерня, ну, и дальше, там, можно кулисы и так далее. Поэтому один из факторов, да, это влияние, это уменьшение нормы высева. Да, ну, сейчас мы с вами больше рассуждаем на тему защиты семян, как бы какие шаги стоит предпринять, да, на самых ранних этапах для того, чтобы заложить качественный, потенциально хороший урожай. И вот вопрос такой, видели ли вы при использовании различных препаратов для защиты семян, скажем, разницу, опять же, в условиях, если есть нехватка влаги? Если есть нехватка влаги? При дефиците влаги очень важно иметь развитую корневую систему растений. Корневые системы не развиваются по нескольким причинам. И вот желательно подходить к этой корневой системе, развитию корневой системы, интегрированному, то есть с разных сторон. Зачем нужна развитая корневая система? Всё очень просто. Либо основная корневая система вашей азимой пшеницы будет на 5-7 см, либо она будет, например, на 1,5 м, достаточно хорошо развита. То есть она с этих 1,5 м будет брать элементы питания и влагу. Основных я вижу 3 причины, почему корневая система у азимой пшеницы очень слабая. Первое – это качество протравителя. Второе – это стимуляторы растений, стимуляторы корневой системы. Третье – это питание. И вот четвёртое ещё добавлю – это структура почвы. То есть если структура почвы нарушена, то корневой сложно проходить, пробивать эту переуплотнённую массу. Поэтому интегрировано подходить для развития корневой системы. В четырёх этих направлениях. Хорошо. Такой тогда вопрос. Вообще считаете ли вы продуктивностью блисток? Ну, тут сказать… С момента всходы получили, да, в течение неужели. Тут не то, что я считаю, можно сказать, так как не слегка помешан на этом, но это ключевая фишка моей концепции, которая представляла концепции Рязанова. Одна из этих ключевых вещей – это влияние на элементы продуктивности. Элементы продуктивности, так как в бизнесе есть формула бизнеса, которая даёт прибыль. С точки зрения пшеницы, есть основных четыре элемента продуктивности – это количество продуктивных стеблей, количество колосков, количество зёрен в колоске и масса тысяч. И вот задача на эти четыре элемента продуктивности влять, если их перемножить, это получается как раз урожайность. И вот первый из них – это количество продуктивных стеблей. Поэтому я думаю, я человек один из, или самый большой в мире, или один из людей, которых больше всего в мире считают продуктивные стебли. Ясно. А вот ваше мнение, насколько препарат для защиты семян влияет на продуктивность стеблистоин? Имеет ли он влияние? Влияние есть за счёт того, что растение либо более здоровое, либо менее здоровое. Есть инфекции внутрисеменные, например, на поверхности семян и почвенной инфекции. И, конечно же, те протравители, которые лучше защищают от заболеваний, они позволяют растению лучше густиться. В то же время есть действующие вещества, протравители, которые ещё имеют стимулирующий эффект. Поэтому тут и защита, и стимуляция. Конечно же, качество протравителя и стимуляторов может влиять на это. Хорошо, спасибо. Я, собственно, согласна, как представитель команды защиты семян, абсолютно согласна с тем, что у нас важно выбирать правильный, корректный препарат для защиты семян. То есть, с одной стороны, можно снять семенную инфекцию, с другой стороны, мы понимаем, после сева наши семена попадают в агрессивную среду, их важно защищать от почвенной инфекции в том числе. И также немаловажно, чтобы… Мы все прекрасно знаем, что очень часто у нас идёт монокультура, либо лимитированный севооборот, и идёт накопление одних и тех же патогенов. Соответственно, чтобы не было резистентности, меняем качественный препарат для защиты семян для того, чтобы получать в дальнейшем максимальную эффективность. Обсудили, что важно, в общем, лучше всего сеять то, что хорошо известно и знакомо, где есть отработанные технологии. Ну и максимально повышать эффективность. Да, с другой стороны, мы понимаем, что в вопросах, в условиях лимитированной влаги здесь тогда однозначно надо заводить разговор о том, чтобы снизить, либо оптимизировать, да, как бы снизить, наверное, не самое такое. Ну, тут в зерновых, если вот сейчас просто людям сказать, снижайте норму, то, застав дурака Бога молиться, он может лоб расшибить. А в чём смысл? Чтобы норму высила снижать, хорошо бы, чтобы эти люди позаботились о семенных участках, чтобы эти семена были полновесные, максимально здоровые. Что я в этом отношении понимаю? Самое простое, например, защита от цветения, чтобы меньше было, например, заболеваний типа фозариоза, типа секториоза и так далее. Это первое, например, чтобы поработать по колосу, например, защитить. Второе, хорошо бы, чтобы семенные участки люди дали на основании тканевой диагностики методом озолирования, дали то, чего растению не хватает. Например, если растению не будет хватать цинка, меди, магния, марганца, это назвал элементы, которые очень часто не хватают в дефиците в растении, то пассивные качества семян будут снижаться. Конкретно это энергия будет снижаться, полевая схожесть будет снижаться, и есть такой ещё показатель, плотность семян тоже будет снижаться. Поэтому подходить к тому, чтобы не просто снизить норму, а сначала сделать качественные семена в поле, потом эти семена лучше собирать при влажности в районе 16-17-18%, почему? Потому что очень часто семенные участки заезжают убирать при влажности 12-13% и много микротрамм. То есть лучше убирать, когда зерно более такое пластичное. При уборке 16, ну, наверное, это оптимально. Пока убрали 16, пока прогнали через очистку, получается там как раз 14. Дальше это качественный отбор семян по четырём основным показателям. Это длина, толщина, ширина и плотность. Это решёта плоские, это решёта круглые, это триер и пневмовибростол. И потом дальше это выбор качественного протравителя фунгицидного, при необходимости инсектицидного, особенно если там ранний срок посева либо оптимальный срок посева. И хорошо бы добавить элементы питания, которые в данном регионе, какой-то микроэлемент которого не хватает. Очень часто не хватает цинка, меди, марганца. По результатам агрохимовседования это делать. Потом дальше нужно качественно подготовить почву или хорошая селка, опыла, которая может посеять качественно. И потом можно уже снижать норму. Но если вы просто выбежали и ел ратом, я сейчас снижу норму, круто будет, затрат меньше. Нужно подойти к тому, чтобы у вас были семена более качественные, на порядок качественнее, чем в прошлом году. Тогда норма высева позитивно влияет на урожайность качественными семенами. Ну да, то есть ко всему осознанный подход. Профессионально, да. Вот следующий вопрос на тему вообще плана питания растений. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что если речь идет о миди-влаге, оптимизация нормы высева, есть ряд параметров, которые стоит соблюдать и перед переходом, да, то есть понять все риски и понять состояние качества зерна. Ну, единожды, подобрав отличную партию, понимая, что там партия отличная, можем себе позволить, допустим, снизить эту норму, да, как бы двигаясь дальше, тогда следующий этап. Как может, вообще вот, ну, по опыту прошлого года, да, и уже вот в текущем году, как может поменяться план питания, на что стоит обращать внимание? Ну, по обработке семян еще добавлю, проверяйте ваши семена на вирусы, делайте ПЦР-тест. Тоже полезное упражнение, потому что, когда я делал анализ семян, то где-то среднее содержание вирусов от 10 до 25 процентов. Это тоже влияет, при уменьшении нормы высева тоже хорошо это учесть. По питанию, к сожалению, на данный момент на постсоветском пространстве нету системного подхода в питании, и каждый там что-то на ходу, сам себе там придумывает, как это сделать. Вот. Лучше, конечно, чтобы это была система, система, обоснованная в хозяйстве. Например, как мы, например, как салтинговая компания, как мы ведем людей, например, с точки зрения питания. Агрохимическое обследование почвы – это всего лишь гипотеза о том, что есть в почве, и мы делаем гипотезу то, что будет в растении. Но очень часто получается то, чего много в почве, нету в растении, не хватает. Может, оно не стоит в форме, может… Ну, там много, сейчас 223 причины придумать, почему нет. Поэтому сначала на основании гипотезы агрохимического обследования, например, мы вносим определённые элементы питания. Например, если взять азимая пшеница, которая идёт, взять предшественник, основной может подсолнечник быть, то с осени по подсолнечнику это килограммов 30 азота. Если, например, количество фосфора в почвах низкое, то мы, например, берём 8 килограммов фосфора на каждую тонну плановой урожайности. Например, плановая урожайность 5 тонн. 5,8 – значит 40 килограмм фосфора. 40 килограммов фосфора мы в овосте – это приблизительно 75 килограмм. Потом мы смотрим, чего не хватает дальше в почве. Если, например, серы, содержание в почве очень низкое, меньше 6 миллиграмм на килограмм, мы тогда рекомендуем при посеве также добавлять серу. Например, можно уже тогда вносить не аммофосфор, а сульфааммофосфор, в котором есть и азот, и фосфор, и сера, например. Дальше смотрим, чего не хватает в почве. Очень часто не хватает цинка. Тогда добавляем в обработку семян простой обыкновенный сульфат цинка – 1 килограмм. Это мы всё сделали на результате агрохимического обследования почвы. А дальше потом на протяжении вегетации, перед каждым внесением удобрений, где-то дней за 10 мы делаем тканевую диагностику методом озолирования. Зачем? Чтобы понять, чего в данный момент не хватает растений. Например, осенью мы делаем обследование и видим часто, что количество фосфора в растении очень низкое. И тогда мы, например, планируем внесение фосфорных удобрений весной, потоломёрзных, что мало кто делает и так далее. Либо не хватает магния, мы, например, сульфат магния уже начинаем носить. То есть агрохимическое обследование плюс тканевая диагностика перед каждым внесением удобрений за 5-10 дней. Достаточно много, да, обсудили, поговорили про питание в целом, вот, самый первый период развития растений. В целом, да, говоря вот о нынешнем сезоне, о подготовке, на чём всё-таки можно, скажем так, оптимизировать затраты при технологии возделания зерновых на самом раннем этапе. Что можно сейчас уже нашим зрителям порекомендовать? На чём можно, на чём стоит экономить, на чём не стоит экономить при планировании? Мы сказали о том, что лучше семян делать меньше, но качественнее. И норму высева семян тогда в таком случае можно снижать процентов на 25 смелы. То есть хозяйство, которое село 5 миллионов, при более качественных семенах норма высева будет 4 миллиона, например. Будет точно такая же урожайность, может, даже выше. При снижении нормы семян уже снижается и количество протравителей, которое необходимо, и количество микроэлементов, это всё снижается. Потом дальше есть посевы края более качественные, есть менее качественные. Я очень много видел посевов, которые на краях двойной-тройной пересев. Организовать работу, чтобы этого двойного-тройного пересева не было. Когда селки сначала обсеяли, потом наезжает же на это обсейно на краях и так далее. Там развивается больше болезни, полигания и так далее. Третье — подумать о том, чтобы меньше обрабатывать почву. Пшеница — нечувствительная культура к глубине обработки почвы. То есть что посеял её напрямую, что обработал там на 25-30 см, она нечувствительная. Хорошо бы, конечно, если вы используете посевный комплекс, который сразу же готовят почву, например, и сеют, либо селки прямого посева. То есть тогда вы меньше экономите на дизельном топливе. Также рекомендую обратить внимание, подумать о том, чтобы с осени уже работать гербицидами. Есть очень много дешёвых сульфанин-началин, у которых период защитного действия ещё полгода или год. На этом можно сэкономить. По удобрениям задумайтесь очень сильно по удобрениям, потому что большинство хозяйств вносят удобрения от фонаря. Что такое от фонаря? Это просто, например, давайте внесём 100 кг мафоса. Окей, спрашиваешь, ну смотри, например, у тебя тут количество фосфора в почве, например, повышено, а здесь у тебя низкое. Почему нет дифференциации? Как правило, при севе достаточно, если количество фосфора среднее и выше, достаточно 30 кг фосфора, но люди вносят почему-то больше. С осени столько фосфора растению не нужно, как, например, 100 кг мафоса в большинстве регионов, 52 кг. И он потом переходит в двухзамещённую, трёхзамещённую форму. То есть, поэтому есть смысл дифференцировать внесение ваших удобрений в зависимости от того, какое количество содержится в почве. И дальше потом по вегетации вносить только то, что надо. Только то, что надо, лучше делать коневую диагностику и не вносить всё подряд и в таких вот стандартных нормах. То же самое защита растения. Лучше делать качественное расследование полей, а качественно подбирать препараты ДВ, потому что процентов 30-40 я вижу в полях, что люди не угадывают ни с защитой от сорняков, ни с фунгицидами. Поля болеют просто из-за того, что такой стандартный шаблонный подход. Хотя бы вот на этом экономить. А стоит ли, скажем, сокращать затраты либо экономить на препарате для защиты семян? Ну, не сторонник. Я не вижу смысла, например, экономить на качественной обработке семян. Ну, такой вот пример расскажу. Мы сотрудничали с компанией в Самарской области. И первый раз, когда мы встретились года 3 назад, я увидел озимую пшеницу. И такая вот корневая система. Мимо две таких волосинки висят, как вот часто каких-то китайцев покажут. Вот здесь у них там висит эти две волосины. Говорят, что это за корневая система? Он говорит, ну, у нас вообще все время такая, как бы другой не имеем. Вот. И я говорю, ну, слушай, можно сделать вот такая вот корневая система, будешь прям выдирать, будет прям борода, как у монаха там хорошего. Вот. Он Таня, такого не может быть, мы никогда такого не видели. Все, наверное, списывая на почву, да, или что? Короче, вы ничего не понимаете, у нас влаги нету, у нас там тут холодно, жарко, корневая, короче, не может никак там развиваться, да. И мы в хозяйстве применили смесь Vibrance Integrable, симулятор был Blackjack и сульфат цинка. Ну, вот. Три вещества. Вот. И на следующий год мы выкапываем, а там, ну, вот, корневая система, ну, вот такая висит. Кому интересно, могу фотографии показать. Он прям отличается. Он говорит, еще какой-то мутант вырастил. Да нет, не мутант, нормальный протравитель, нормальная обработка семян. Вот такое оно должно было быть. И в прошлом сезоне он в первый раз, это хозяйство на площади 4-5 тысяч гектаров азимой пшеницы, первый раз за всю историю хозяйства, за много миллионов лет, включая динозавров, он первый раз получил на круг 6,8 тонн из гектара. Вот. Если кто-то еще в Самарской области получает на круг на тысячах гектарах 6,8 тонн азимой пшеницы, я вас искренне, ну, как бы там, уважаю, молодцы. И вот мы начали с того, что вот обработали эти семена качественно, качественным препаратом Vibrance Integral, стимулятор, микроэлементы и самый высокий результат за все года. А с точки зрения качества, вот в данном опыте, который через свои руки, можно сказать, провели, какое качество зерна было на выходе? Процентов 70-80, второй, третий класс. Второй, третий класс. Мы потом еще по листу дальше дорабатывали. Тут тоже нужно понимать, давая качественный протравитель растению, например, развивая корневую систему, мы создаем условия для более эффективного питания. Но потом это питание нужно сделать. Поэтому не надеяться, что только дал один протравитель и все будет тройкой, короче, все, уже все. Так это не работает. Да, 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 да. Качественный протравитель это основа того, что растение не будет болеть, будет болеть меньше, будет здоровее. И оно будет лучше потреблять элементы питания, коэффициент усвоения будет лучше и так далее. Потому что больные растения они меньше потребляют. А дальше мы потом по тканевой диагностикам и ввели растения. И, например, диапазон азота наша задача была с осени. Это в районе 5% держаться по азоту в тканях растений. Потом выход в трубку. Это где-то 4,8% плановый показатель у нас был в растениях азота в сухом веществе. И к цветению наша задача спуститься до 4,5%. Но не ниже. Вот если вы вот так вот идёте 5,4,8% и 4,5% азота вы доходите к моменту цветения на начало налива зерна, то это вероятность 95%, что это третий класс. Второй элемент питания – это фосфор. Важно, чтобы соотношение было между азотом и фосфором где-то 1 к 8. То есть к уборке, к наливу зерна, хорошо бы, чтобы фосфора было 0,4-0,38%. Фосфор больше влияет на ЭДК. Напомню, это индекс дефорнации кликовины. Вот. Поэтому выберите лучший протравитель. Дальше потом система питания будет у вас работать лучше, более эффективно. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Очень интересная информация. Видно, что у вас очень разнообразный широкий опыт в данном вопросе и с практическими производственными примерами. Спасибо большое. И ждём самых людей, которых интересуется питанием, защитой в нашей агрошколе. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.